Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. А также участница, художница Александра Метлянская. А вы, пожалуйста, поближе к микрофону, прям подтягивайте его к себе. Будем полноценно все общаться втроем. Да, можно, можно, можно. На самом деле я знаю, что вы обе художницы. То есть прям как-то вот все это у вас пошло прям с детства? Нет, я не с детства, а вот Саша. Не совсем с детства. Я в конце школы, пожалуй, как-то я решила, что... Я, знаете, я хочу спросить, вот как проходит момент? Всегда идет же классическая школа, да? Сначала рисуешь яблоко таким, какой он и есть, а потом постепенно начинаешь ответвляться в сторону современного искусства. Или вот художница в данном случае, вы к какой-то живописи вообще отношения не имеете? Вы сразу видеоартом стали заниматься? Нет, нет, я именно живописью занималась долго. И именно через живопись я пришла к видеоарту. Вполне можно так сказать. Это был такой довольно закономерный переход. Так, Марина, а у вас как обстоятельства? Ну, у меня вообще экономическое, техническое такое образование. И я, в самом деле, тоже начинала с живописи, уже будучи взрослой. А потом как-то раз и перескочила вот в современное искусство и в видеоарт. Вот, я знаю, что вы уже у нас были несколько раз, но тем не менее. Знаете, публика обновляется, тут майор вот всел. Расскажите вот для человека, совершенно незнакомого на пальцах, что такое видеоарт? Видеоарт — это то, что делают художники, используя как инструмент видеокамеру. Вот, на самом деле, это самое, мне кажется, правильное определение. Но это не короткометражные фильмы? Нет. Иногда они бывают очень близки. Вот, если режиссеры экспериментируют, то они вступают вот в область видеоарта. И художники тоже, если они начинают использовать нарратив в своих произведениях, то они тоже немного попадают на территорию как бы экспериментального кино. Но это вообще разные вещи. Вот фестиваль «Сейчас и потом» 2019, он связан с какой-то очень интересной темой нашего нахождения в социуме, в обществе. Коллективное рядом. Мы его назвали «Коллективное рядом». И как-то вы глубоко ведь там поддеваете на эту тему. Ну, мы попросили художников. У нас в этом году начался новый формат фестиваля. Обычно мы каждый год объявляем открытый приём заявок и получаем заявки со всего мира. Каждый год примерно из 70 стран около 1000 заявок. И Александра, будучи художником, она сейчас также сотрудничает и как сотрудник фестиваля и помогает нам в отборе заявок участников. А мы можем сказать, что Александра победительница фестиваля 2012 года? Да, конечно. Мы с гордостью можем сказать. С этого началась наша знакомство. Да, да, да. Я хотела бы сказать, что это единственный российский художник, который получил первую премию на нашем фестивале. Это была Александра с её работой. Я этого не знала. Вот. У нас были вторые и третьи места, но первое место только у тебя. Так что мы очень гордимся у вас вот такой замечательный гость сегодня. Да, ну вот я хотела бы сказать о фестивале 2019 года. Начиная с этого года мы переходим к новому формату. Мы будем объявлять открытый приём заявок по чётным годам. А по нечётным годам у нас будет проходить выставка, в которой будут принимать участие художники, которые участвовали в предыдущих выпусках фестиваля, но со своими новыми работами. И поэтому у нас вот в этом году такой прекрасный состав художников, которых мы уже видели раньше, но работы мы их не знаем. И вот Саша тоже одна из них в этом году. Про Александру мы будем сегодня подробно, конечно, разговаривать, потому что человек уникальный, у него столько регалий, вы не представляете, прям на два листа, ребята. Но сначала мы прервёмся на песню. Сейчас у нас тоже современное искусство музыкальное, а потом вернёмся. Если у вас есть вопросы, то 8-909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS-сообщение. Лучшее в стране. Друзья, я обещала вам, что после паузы мы обязательно вернёмся к Александре Митлянской. Хочется по ней прямо вот серьёзно так пройтись, в хорошем смысле этого слова. Значит, работа Митлянской находится в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного центра современного искусства, и, в общем-то, даже в крупных музеях США, Кореи и Австрии. Ну, можно так сказать, небольшое преувеличение, но не будем удаваться. Ну, а почему преувеличение? Ну, как же? Ну, в одном музее в США, в одном музее в Корее, понимаете? А, ну, в Эрмитаже находится, не преувеличение. Слушайте, ну это же очень здорово, то есть, получается, вот передо мной сейчас сидит такая масштабная картина, масштабная фигура современного искусства, что я даже начинаю теряться, и не знаю, с какой стороны к вам заходить. Давайте начнем вот подробнее. Вот как вы считаете, в какой момент началось вот ваше становление именно как художника видеоарта? То есть, что вот, что, я не знаю, какая кнопка внутри нажалась, что вы поняли, что выражать себя стоит так? А, ну, кнопка действительно нажалась. Во-первых, завершился какой-то этап в моей жизни, поскольку мне показалось, что в живописи я исчерпала свои возможности, и в какой-то момент мне стало не так интересно работать в этой технике. И я пробовала работать с фотографией и сделала несколько достаточно больших проектов, но что-то меня все-таки не удовлетворяло. И появилась видеокамера. Ну, я не знала, с какой стороны к ней подойти. Она довольно долго, почти год лежала без употребления. И в какой-то момент вы довольно точно сказали, что нажалась кнопка, я увидела сюжет на станции метро «Динамо», может быть, вы знаете, раскачиваются лампы при приближении поезда, как совершенно безумные. Вот, и тут я поняла, что это вот тот случай, когда камера необходима. И с этого я, собственно, и началась моя работа с этим инструментом. Вот так московское метро рождает новые направления в искусстве. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще какие-то зарисовки из жизни, либо это постановочные моменты? По-разному. А в постановочных моментах вы простых людей привлекаете? Или, может быть, актеров специально отбираете? Нет, нет, нет. Нет, собственно, ну, это действительно очень по-разному бывает. Постановочные, скорее, это какие-то работы с объектами, и коротенькие такие, это было довольно давно, я делала довольно коротенькие фильмы такие, сюжетные. Скорее, это было, это было, нет, люди, впрочем, тоже с людьми были, было несколько сюжетов, но это были какие-то друзья, знакомые, которых я просила попозировать. Я знаю, что очень любят люди искусства, когда им говорят, ваша любимая работа, опишите. Ну вот просто та работа, которую вы сейчас готовы поделиться в таком аудиоформате, чтобы люди, которые слушают нас по радио, да, чтобы они могли себе это представить. Что вы сняли? Такое вот прям очень классное, да, вещь? Ой-ой-ой, да, действительно, это как-то очень вопрос врасплох меня застал, потому что... Ну, можно попросить, извините, рассказать о работе, которая заняла первое место на фестивале. Она точно классная. Да, это ты про Вавилон? Вавилон 2010, да. Да, действительно, эту работу я люблю. Как, впрочем, я люблю все свои работы, поскольку, если мне не нравится работа, я её не показываю. Эта работа снималась, если вы помните, в 2010 году была страшная жара в Москве, невыносимая. И ещё потом... И был смог. Да-да-да, ещё как забыть это всё. Да-да-да, вот. И я снимала в течение нескольких дней, когда смог был не очень сильный, из окна моей подруги, которая звонила и сообщала, можно ли снимать, потому что иногда был такой смог, что не было смысла приезжать. Я снимала сюжеты, я снимала строительство дома, многоэтажного дома. Его строили мигранты, причём полуобнажённые мигранты, поскольку было очень жарко. Вы подглядывали немножечко за ними. Ну, в каком-то смысле, да. Я ставила камеру на лоджии и снимала с этого балкона через окно. Да, я снимала этих людей, это было много сюжетов, и потом я их собрала, все эти сюжеты отдельные, я смонтировала, собрав их в один дом. Наверное, сюжетов 20 там было. И в каждой ячейке дома что-то происходит, если это даже не рабочие, которые укладывают кирпичи, или пилят, или сверлят что-то, то это в любом случае было какое-то движение, например, краны или лампочка мигающая. Вот собрала такой дом. Слушайте, как интересно, да, вы говорите про дом, вот что вы его собирали, а название сказала мне Марина. И у меня сейчас это всё соединилось, я думаю, действительно, Вавилон. То есть, ну, это потрясающе абсолютно. И ещё больше будет таких потрясающих моментов, если вы останетесь с нами, дорогие друзья, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Прямо сейчас у нас звонки с треком «Голоса», а потом мы вернёмся к нашей беседе и всё-таки поговорим ещё о том, в чём особенность этого года на фестивале. Лучшее в стране. Итак, мы всё тоже девичьей компанией, главное, так говорим хорошо и в кадре, и за кадром, а потом говорим, мы же самое главное забыли сказать, где, когда и куда. В этом году фестиваль проходит в Центре творческих индустрий «Фабрика» с 17 апреля по 12 мая. 17 апреля, это у нас уже близко. Да-да-да, это в среду. В среду будет открытие в 7 часов. Мы всех приглашаем, вход свободный, бесплатный, и на открытие, и в течение всего фестиваля, и мы будем рады всех видеть, конечно. Я очень рада, что у нас будут многие художники на открытии, и можно будет с ними и поговорить, и попросить рассказать об их работах. Будут художники, как наши, российские, те, кто живут в Москве. Собирается приехать художница из Калининграда, и приедет художница из Франции, и куратор французского фестиваля «Видеофорумс». Вот в этом нам помог французский институт в Москве, который в этом году нас поддерживает. Только в этом году он вас поддерживает? Ну вот в этом году, да, но мы надеемся, что и в дальнейшем мы тоже будем сотрудничать с ними. Ну вот когда я смотрела список, у вас вообще огромное количество иностранных работ, то есть прям вот пользуется, в международном фестивале он пользуется спросом, у него есть там, я не знаю, свой рейтинг престижности в мире. Ну, я не знаю, кто эти рейтинги составляет. Ну не скромничайте. Нет, ну на самом деле, если мы получаем каждый год около тысячи заявок, и среди них много очень сильных и интересных работ, значит, в общем-то о фестивале знают, и художники интересные присылают нам свои работы. А теперь вот давайте подойдём вплотную к теме «Коллективное рядом». Тем более, что вот международные работы, одно дело, это наше коллективное, да, вы сами там пишете о том, что наше социальное прошлое, где коллектив — это наши совести и честь. И европейские люди, у которых всё-таки немножко это по-другому происходит, и история у них по-другому развивалась. Почему в этом году решили затронуть эту тему? Ну, мне кажется, эта тема всегда актуальна, на самом деле, и для всех, потому что здесь не только социальный аспект, здесь и внутренний аспект, как ты себя соотносишь с коллективом, и чувствуешь ли ты себя частью коллектива, и в какой степени ты готов присоединиться к тому или иному коллективу. Но коллектив мы имеем в виду, конечно, в таком очень общем смысле. Да, сообщество людей. И это актуально для всех, мне кажется, это и вопрос самоопределения, и самосознания себя в обществе. И поэтому, на самом деле, работы самые разные у нас. Они связаны и со своим внутренним ощущением в коллективе, и именно с темой самого коллектива, его существования, как он есть. Вот, скажем, группа художников из Франции, которая так и называется, замечательно, вот коллективные хлопоты, они представляют работу, которая называется «Ночные интерьеры». Но это не то чтобы интерьеры, эта работа вот немного перекликается с работой Саши Вавилон, но совершенно по-другому. Вот эти вот пять художников, вот самые разные, среди них есть фотографы, саунд-дизайнеры, видеохудожники, они также снимали видео жизни через окно. Не строительство, а именно жизни людей через окно, а потом создали такой виртуальный дом из того, что они сняли. Причём, если не знать, что это проекция, что это плоскость, а просто смотреть на картинку, создаётся полное ощущение, что это, ну, как бы инсталляция, что это построенный дом, на который проецируются вот эти вот сценки жизни людей. Прости, а люди знали, что их снимают? А вот, кстати, нельзя же? Мы спросим, может быть, и знали, они, на самом деле, очень аккуратно к этому относятся. Мы спросим. Мои рабочие меня видели, они меня вот махали. А, они махали. А я просто думаю, вот сейчас же, да, всё строго, надо разрешение брать, кто-нибудь ещё там может потребовать. Скорее всего, знали, я думаю. Ну вот, может быть, один художник приедет, мы его спросим обязательно. Но надо сказать, что азиаты очень любят, когда их снимают. Они сами просят, и они не были против. Они радовались, как дети. Ну, они душевные очень, да. Я просто тоже помню, я как-то по долгу службы брала интервью у них, и они прямо наперебой так рассказывали, рассказывали, поэтому тоже только приятные впечатления остались. Так, а ещё работы? Так, ещё работы, вот, скажем, работы группы Рой, это группа российских художниц, которая называется «Сорные травы». Там такой, на первый взгляд, достаточно абсурдный сюжет. Несколько девушек, а именно члены группы Рой, рубят топорами вот эти сорные травы. Они в прекрасном поле, красивые девушки в белых одеждах с топорами. Ну, странно немножко. Не знаю, да, с чисто русским таким инструментом. Но вот пытаются вот как бы косить, и видно, что они тяжело работают, что вокруг там красивая русская природа. Ну, вот, собственно, в этом и заключается. Вот это ни с чего не начинается, ничем не кончается. Они вот... Но вывод-то напрашивается? А вывод они оставляют на усмотрение зрителя. Что... Ну, как многие художники, на самом деле. Что вы в этом увидите, вот в этом сюжете? То ли вы увидите, что вот... Что это девушки вышли, чем они занимаются таким странным. То ли это, я имею в виду, тяжёлая русская доля, женская, или там сильная русская женщина, которая всё... Отчищает всё. Которая может и траву рубить, и дрова рубить, и всё, что угодно. То ли это вот красота русской природы, ну, и вот такое, скажем, странное явление в ней. В общем, каждый художник, каждый зритель должен сам решить, что он там видит. Но это такое вот на самом деле затягивающее зрелище. Я нисколько в этом не смеваюсь, но даже нужно это как-то обдумать, осмыслить. Ну, а пока я это делаю, мы прервёмся с вами на небольшую рекламную паузу. Будьте с нами. Программа «Лучшее в стране» продолжается. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, друзья, мы продолжаем разговор. Напомню, что у нас сегодня куратор и директор фестиваля Марина Фоменко, и также художница Александра Метлянская. Фестиваль у нас называется «Сейчас и потом». Фестиваль международной видеоарты. Это я всё вот так вот выпаливаю побыстрее, потому что точно знаю, что уже в данный момент у нас подгружается одна из фотографий, которые вы принесли с собой. Это фрагмент видеоарта, чуть не сказала фильма. Нет, нет, это не фильм. Вот они, русские девушки, которые рубят топором сорные травы. Да, это как раз стоп-кадры из работы группы «Рой сорные травы». Да, это они и есть. А я хотела спросить, всегда ли видеоарт должен вызывать вот серьёзные какие-то думы, я не знаю, о глобальном, о мире, о том, что в нём происходит? Или это может быть, ну не знаю, юмореско какая-то? Может такое быть? Может быть, всё что угодно, мне кажется. Зависит от художника. Как и в любом виде искусства, есть очень серьёзные произведения, а есть и весёлые. Но юмор не обесценивает ни в коем случае. Мне кажется, нет. Хотя какой юмор? Так, Николай, просим вас следующее фото, если можно. Так, это работа Александра Метлянской, которая называется «Школа». Александра, расскажите, пожалуйста, о своей работе нам. Эту работу я сделала, то есть я сняла материал в этом, в прошлом году, в 18-м, я была в Бурятии, не первый раз. И надо сказать, что в этом посёлке, который находится очень далеко, вглубь страны, надо ехать в 7 часов от Улан-Удэ, очень много заброшенных домов. И один из них мы видим сейчас? Один из них этот, там были ещё более потрясающие дома, без одной стены. это, скажем, в котором обитали лошади. То есть я увидела лошадей, которые находились... Дикие лошади? Нет, они полудикие. Они свободно передвигаются, не спускают к себе людей, но они кому-то принадлежат, потому что у них есть клейма. И они, конечно, имеют хозяина, но живут своей жизнью. И в этом доме они прятались от насекомых, потому что было очень жарко, и было очень много роящихся мух. И они отбивались от них хвостами, мордами и прятались в доме, засовывая... Как бы заходили в дом и в то же время засовывали морды извне в эти окна. Вот такой был интересный сюжет, который у меня тоже существует уже в виде готового видео. А это заброшенная школа. И вот такой же, может быть, с чуть менее поблегшими красками это здание было в 2014 году. И когда я приехала в 2018, я увидела то же самое здание. И вот эту группу людей, которые как такой маленький косяк рыбы или стайка птиц, как единый организм, они бегают и пытаются, возможно, проникнуть в эту школу. Во всяком случае, они забегают на крыльцо, но попытки не увенчались успехом, и они как-то вот роятся вокруг этой школы, которая, собственно, скорее всего, и есть носитель памяти того, что там было, какой-то памяти той активности, которая там, безусловно, была в лучшие времена. О том, что вот как-то о прошлом, какая-то ностальгия, какое-то желание, может быть, даже что-то вернуть, да, вот когда смотришь на эту заброшенную... Но грусть, грусть. Ну, весёлого там немного. Кроме природы, пожалуй, всё остальное вызывает грусть. Видите, у нас уже второй раз, что природа красивая, но то женщины с топорами... Так, это мы видим вас на фоне чего? А это фильм, который показывался, по-моему, на фабрике в рамках фестиваля тоже, да? Нет, мне кажется, это выставка была. Или это была... Да-да-да, это выставка, посвящённая портретам. Да. Там рука. Это рука, рука, да, собственно, рука, и рука, абсолютно неподвижная рука. Единственное, вот такой герой главный этого фильма, это пакет, он немножечко вибрирует, дышит, живёт своей жизнью. И телефон. Периодически звонит телефон, и, знаете, это такой старый телефон, который очень красиво подсвечивается, и вот этот телефон вибрирует, звонит тревожно, и пытается как-то выйти на связь, но связи нет, нет контакта. Такая пластиковая жизнь. Да. Да? Как интересно. Смотри, а подумать можно всё что угодно. Тут можно как-то и Гринпис немножечко приплести по поводу того, что везде пластик, и так, этих девушек мы уже видели. Ой-ой-ой, это к чем её? Крапивой. Это группа Рои, группа из Калининграда, и работа называется «Крапива». Давайте скажем для тех... Кстати, группа «Нежные бабы», нет? Ой, извините, группа «Нежные бабы», а работа называется «Крапива». Я хочу сказать для тех, кто слушает нас по радио, сейчас у нас кадр, где девушку по лицу ударяют, ну, такой нормальный, увесистый, увесистым букетом крапивы. Да, это на самом деле, это видеоперформанс, и её бьют вот изо всей силы по лицу крапивой. Настоящей? Да, в течение вот 8 минут, вот около 9 минут длится фильм, и всё это время её бьют по лицу крапивой. Она не сопротивляется, вот так просто стоит, жмурится и даже не уворачивается. И вот эта работа, она скорее о противостоянии личности и коллектива, которые, возможно, на неё давят. О единоличном противостоянии, когда ты не можешь или в силу каких-то причин не хочешь показать своё сопротивление, а просто терпишь. И отсылает эта работа, она основана, она как бы сделана по мотивам сюжета сказки. «Дикие лебеди». Да, «Дикие лебеди», где вот точно так же девушка терпит все петрубации скрапивы. То есть даже в терпении и сопротивлении. Да. Тоже такой взгляд интересный. Давайте, пожалуйста, следующую фотографию. Ох, красивая какая. Николай сейчас мне подскажет, наверное, вот сюда, есть ли у нас ещё фотографии, связанные с работами конкурсантов. Николай пока в поиске. Но, тем не менее, мы любые... О, вот, вот. А, вот это вот как раз работа, о которой я рассказывала, группа «Коллективные хлопоты» французской, которые создали работу «Ночные интерьеры», где они создали вот такой... Это не модели, это картинка. Это не модели. Это проекция, вот, обычная. А какой формат, я не понимаю? Шесть на девять или четыре? Или это просто... Где границы? Он может быть и вертикальным, он может быть и горизонтальным. И есть и такой, и такой вариант. Можно показывать и вертикальный, и горизонтальный. Это проекция. Вот. И там можно наблюдать за жизнью коллектива, которая там течёт по каким-то своим... Мне кажется, нужно... Да, нужно обязательно пойти вот на ваш фестиваль, чтобы потом в каждом моменте, мгновении жизни замечать, что в этом есть искусство, что вот в этом есть что-то такое, о чём, я не знаю, в книжках пишут и фильмы снимают, оно рядом с нами ежедневно. Друзья, мы ненадолго прервёмся. Я ещё раз напомню, что есть возможность задать свои вопросы, хотя, мне кажется, все просто онемели от восторга. 8-909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS-сообщение. Расправляем крылья после зимы, говорим о фестивале видеоарта «Сейчас и потом» 2019. Ну, кстати, не только 2019. Сколько лет уже существует фестиваль? Фестиваль в этом году проходит девятый раз. Он существует с 2011 года и всегда проходит, он почти всегда в разных музеях Москвы или на площадках современного искусства. Наш фестиваль проходил в Московском музее современного искусства, в Музее архитектуры, в Музее истории ГУЛАГа, в Дарвиновском музее, в Центре дизайна артплей, вот на фабрике. В том году, а, в 17-м году, в 17-м году. Да, и вот каждый раз мы представляем его как многоканальную видеоинсталляцию, то есть как выставку, и показываем в течение нескольких недель в зависимости от того, как мы состыкуемся вот с программой музея. Ну, а в этом году у нас фестиваль второй раз уже проходит на фабрике, и он открывается 17 апреля в среду и будет проходить до 12-го мая. Все подробности о фестивале можно посмотреть на нашем сайте. Я его озвучу. Конечно, конечно. Можно быть в тройной W now.defisauto.com Сейчас потом, да, сейчас defispotom.org Слушайте, а вот мы с вами вне эфира проговорили, я думаю, можно сейчас сказать любителям искусства, у которых дети на руках, и не знаете, куда их деть, а можно и с детьми. Никакого ценза возрастного в этом году нет. Ничего такого нет. С детьми можно, пожалуйста. Будем очень рады, если дети придут к нам на выставку. Мы хотели с вами поговорить про международный момент, что в перерывах между фестивалями все лучшие работы путешествуют по странам. Да. Расскажите, пожалуйста. Это тоже такая специальная область нашей деятельности. Это сотрудничество международное. С одной стороны, мы показываем работы ведущих фестивалей видеоарта в рамках нашей программы. В этом году мы показываем пять программ, программ пять фестивалей, и директор одного фестиваля даже приедет к нам в гости. Это директор фестиваля видеофорум с Габриэль Сушер. И мы показываем свои программы тоже в разных странах, на разных фестивалях. В этом году ближайшие показы буквально в эти дни проходят показы нашей программы на Канарских островах на фестивале «Спаси и Энтер». Там хорошо, наверное. Там хорошо. Но, к сожалению, нас там нет, но мы им показываем. Каждый год они просят нас прислать программу, значит, им нравится. Солнце, пальмы, не хватает русской грусти. Не хватает, да. Ну и вообще вот такого другого совсем. Потом мы покажем вскоре программу на очень известном греческом фестивале АДАВ. Это афинский фестиваль цифрового искусства. И их программу мы покажем тоже у нас. Также вскоре мы покажем программу в Эфиопии на фестивале видеоарта. И планируем показы и, надеюсь, выставки в разных городах нашей страны. Это вот тоже для нас очень важно, чтобы, в общем-то, показывать наши работы именно в нашей стране. Я думаю, что всё будет получаться и будет вам народу идти. Да, спасибо. Нам бы очень хотелось. Вы вот сегодня рассказали, я вам серьёзно говорю. Я до вашего пришествия ко мне, я даже не знала о том, что такое видеоарт. Я думала, ну, наверное, как-то метражки какие-то. А тут совершенно всё по-другому. Тут концепция. Кстати, по поводу вот самого искусства. Просто камера, либо вот сейчас, в 2019 году, какие-то новые методы туда добавляются. Может быть, я не знаю, там графику дорисовывают люди или не заморачиваются так. Такое случается, да, безусловно. Ну, что используют? Нет, по-разному. Использовать можно всё. Здесь нет таких ограничений, что только камера. Это может быть, вот скажем, такое направление, как использование, ну, называется found footage, когда вы берёте уже плёнки, которые были отсняты, скажем, старых фильмов. У нас такая одна работа есть на фестивале. Её сделал Вивиан Астровский, художница из США. И она из фрагментов 25 старых фильмов делает свою работу. Вот это вот можно и так. Это может быть анимация, вот совершенно разная, 3D, рисованная, какая угодно, компьютерный график. Ограничений нет. Как хорошо. И хочется, вот остается у нас буквально 50 секунд, хочется обратиться к Александре. Александра, пользуясь случаем, пожалуйста, расскажите, где вот ваши работы, только ваши работы, ну, вы же у нас сегодня встали пораньше, пришли к нам, можно будет увидеть в ближайшее время. Где у вас выставки? В ближайшее время будет большая выставка персональная в Калининграде. Это далеко, но тем не менее, может быть, кому-то, кто-то собирается в Калининград, или кто-то из Калининграда смотрит и слушает. Буду рада, если придете на мою выставку. Это будет в мае и называется она «И травы там расцветают». Ой, как хорошо. Вот у нее, как будто грусти нет, наоборот, какая-то такая надежда на жизнь. Огромное спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Напоминаю, у нас в гостях были Марина Фоменко, Александра Метлянская и обязательно посетите международный фестиваль видеоарта сейчас и потом. Программа «Лучшая в стране», а также Валерия Майорова прощается с вами. До завтра. Всем счастливо.